Фестивали на селе всегда получаются дышевные и какие-то по-домашнему уютные. И когда нашу съемочную группу пригласили в Быковатрок на праздник семейного отдыха, мы не сомневались, мероприятие нас не разочарует. Но если честно, мы не ожидали, что все будет настолько круто. Организация фестиваля была продумана до мелочей, не было никакой толчьи. Все зоны располагались удобно, так, чтобы гостям праздника было комфортно. И при этом на подготовку мероприятия ушло всего две недели. Мы с своей командой долго-долго работали и сделали вот такой небольшой праздник. Назвали его День семейного отдыха. Очень много трудились, хорошо постарались. Надеюсь, вам все понравится. Не забудьте этот день, у вас будет хорошее настроение. Вот так же у нас будут проходить сейчас спортивные мероприятия, спортсмены победы. Вам всего самого хорошего. Спасибо. Здесь каждый нашел, что посмотреть и в чем поучаствовать. Взять, к примеру, зону для детей. Тут себе и мастер-классы, и большие пятнашки, и тир, и дартс, и дженго – деревянная башня. Дети с удовольствием делали обереги куколок из кусочков ткани, мастерили оригами, танцевали и пели вместе с артистами, которые выступали на сцене. Большую популярность получила площадка для лазертага, где и взрослые, и дети почувствовали себя настоящими солдатами. А за домом культуры развернулись спортивные баталии. На двух футбольных полях состязались сельские команды разных возрастов. На площадке для воркаута каждый мог попробовать свои силы. Даже глава района не удержался и подтянулся несколько раз, а поддержали его не менее известные личности Балакова. Только одни впечатления положительные. Очень здорово, что глава района вместе с своей командой организовали такой сельский праздник, первый, хороший. Собрали все села Бакфатровского муниципального образования. Люди довольные, счастливые. Приехали каждый со своими творческими конкурсами, показывать свои какие-то поделки. И дети играют в футбол, спорят, ругаются. Но тем не менее, это хороший такой сельский праздник. И дай Бог, чтобы в последующем во многих селах такое происходило, если не каждую неделю, но хотя бы раз в месяц. У нас же на Руси всегда было хорошо работать, хорошо отдыхать. И мы всегда вместе можем чем-то поделиться радостями, горестями. А вот здесь как раз все и происходит. Дети со взрослыми, со своими взрослыми, взрослые уделят внимание наконец-то детям. Вот село немножко приводится, когда готовятся к празднику, придут в порядок, тут почистят, тут подкрасят. Самое главное – общение и объединение. Особый интерес вызвала выставка сельскохозяйственной техники фермеров Ульянкиных. Современные комбайны, в которых кабины укомплектованы практически как космические корабли, мощные тракторы и другие машины стали объектами для фотосессий и теперь будут украшать фотоальбомы гостей праздника. Так же, как мангалы, представленные на выставке, настоящие произведения искусства, так и навевают мысли об ароматном шашлычке. Его, кстати, можно было попробовать в выездном кафе. А еще наваристую уху, сытные пирожки и сладкую вату. Все, что нужно для вкусного перекуса. В общем, праздник понравился всем гостям. Настроение отличное. Приехали к бабушке с дедушкой бы гостить, а тут такой праздник, казалось бы, в деревне, а вот так все хорошо организовано. Детки довольны, катались, да, ребят? На машинке, на батуте. Все здорово, так весело. Танцевали тут, вон, и клоуны. Все здорово, молодцы. Организаторы молодые. Пригласили всех. Меня вот в те годы они приглашали, а в этом году вот пригласили. И тут всей семьей приехали. Приехали, вернее. Вот внучка у меня самая младшая. Вот стою караулю. А я ничего не искал. Вот меня поставили, говорит, дедушка, стой, а они молодежь бегают. Мне чего бегать искать? Я вот нашел счастье свое тут. Атмосфера на празднике царила такая легкая, что всем хотелось спеть и танцевать. И вот на сцене, где вроде бы завершились все выступления, появились принцессы, которые как будто сбежали с бала на закрытую вечеринку и начали отплясывать совсем не вальс. И никто не запретил им это делать, потому что этот праздник был для людей, а не для показухи, каким, собственно, и должен быть любой летний фестиваль. Субтитры сделал DimaTorzok